Всем привет, вы на канале Science Daily. Индия завершила серию испытаний, направленных на демонстрацию технологии автономной посадки многоразового космоплана. Об этом говорится в пресс-релизе Индийской организации космических исследований. Третий и последний эксперимент по посадке космического самолета RLV стартовал с космического центра имени Сати Шадхавана. Самолет длиной 6,5 метров, получивший имя «Пушпак», сбросили с вертолета с высоты 4,5 километра на расстоянии примерно в полкилометра от взлетно-посадочной полосы. Несмотря на сильный ветер, самолет совершил точную горизонтальную посадку, продемонстрировав передовые автономные возможности в сложных условиях. С помощью парашюта самолет снизил скорость с 322 км в час до 104 км в час, а затем использовал тормозную систему шасси для замедления и остановки. Теперь Индийская организация космических исследований приступает к работе над орбитальным многоразовым космопланом, который планируется использовать в ходе будущих миссий. Работа над созданием своего многоразового космоплана также ведет Китай, который уже три раза успешно запускал секретный космический аппарат в космос. В ходе последнего пуска космоплан достиг высоты в 610 км. И хотя китайское правительство и пресса не распространяются о характеристиках и предназначении своего многоразового космического корабля, есть мнение, что китайский космоплан был разработан в ответ на создание американскими специалистами орбитального самолета X-37B, который способен вести разведку из космоса и доставлять на орбиту грузы различного назначения. К настоящему времени третья миссия китайского космоплана длится уже полгода. О планах по созданию своего многоразового космоплана также заявляли представители РКК «Энергия». В январе текущего года был представлен проект российского космоплана, который сможет доставлять космонавтов на будущую российскую орбитальную станцию. Предположительно, аппарат сможет вместить до четырех человек, а его выведение на орбиту будет осуществляться с помощью ракеты-носителя среднего класса семейства «Ангара». Ранее в 2005 году РКК «Энергия» уже представляла макет многоразового космического корабля «Клипер». Корабль был рассчитан на экипаж до шести человек. Заявлялось, что он сможет совершать полеты вокруг Земли и к орбитальной станции. Однако в 2006 году проект был остановлен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова